Итак, здравствуйте всем! Наши посиделки переместились из Братовщины в село Слобода. Кто не знает, загуглите. Выкинь же кефир за встречу. И благодаря гостеприимству очаровательной Ольги и Кати, мы сегодня ужинаем в этом хорошем доме. Не может, а досы уснуть, да? Согретой теплом печки дровяной. Вот. Так что, спасибо большое. За вас. За вас. Пьем кефир за встречу. С наступающим, да? Да и рано еще. Еще пару часов, да? Можно поздравлять, да? Вот. Как они говорят, а девушки потом? Правда, мы уже о многом поговорили. Нет, ты их предсказываешь. А, представлю. Значит, Ольга и Катя здесь не просто так, они... Живут. Они не просто так. Живут собственной страсти лошадям. Да, они жертвы собственной страсти. В принципе, вот на таких людях, вот мне кажется, и держится вообще само устройство земли. Не только русской, как говорится, но и вообще земли. Людей, которые вот именно страсть к чему-то, к ремеслу приводит к деятельности. Это, значит, Ольга и Екатерина занимаются вопросами коневодства. В Воронежской области участвуем в разведении уникальной российской породы лошадей, орловской рысистой. Орловская? Рысистая. Орловская. Знаменитый Орловский рысарь. Да. И мы сегодня поговорим о том, как ремесло... Ремесло... Ремесло как? Коневод? Или как? Профессия. Профессия коневод. Вот это ремесло искусства. Призвание конник. Призвание конник. Насколько оно интересно? Мы надеемся услыхать это от наших собеседниц. Екатерины. От наших нового знакомых. Да. А мы, в свою очередь, будем это все... Кушать и слушать. Внимать. Внимать, да. А вы, наши уважаемые зрители, узнаете, что дзюдо это не только, как говорится, броски и падения. Айкидо это не только дыхание и бегство. А также есть, как ты помнишь, старая юмореска, что кролики это не только ценный мех, но также и 3 килограмма нежнейшего мяса. Мяса мы не едим. Мяса мы не едим. Есть рыбка и курочка для Влада. Так, все, слушаем. Хозяйка не попадает здесь в кадр, потому что у нас есть стена, коробочка. Она очень технично села. Технично. Но голос за кадром слышен. Хорошо. За кадром, да. Можно вопрос на вопросах, как вы пришли к этому? Как вы пришли к этой профессии? На профессию у меня ветврач, я пришла не в профессию, я пришла к лошадям на ипподром в 11 лет, со сломанной ногой в гипсе. Меня сразу запомнили, сказали, приходи, когда с ним лидить. И все, и после этого началось умокомрачение такое, постоянное, непрекращающееся. Как я понял, что это не здесь вы пришли к лошадям? Нет, это Омский областной ипподром. Просто пришли с подружками, с толкой подружек, пришли посмотреть лошадок. Посмотрели, подружки раз убежались, я осталась. И с тех пор вот эта вот любовь к лошадям? Ну, с тех пор она немножко модифицировалась от породы к породе, от деятельности к деятельности. То есть, впервые это были рысаки, качалки, русские рысаки, американские рысаки. То есть, про рост никак не задумывалось. Потом это был спорт-конкурт, то есть, преодоление препятствий. Это было уже совсем другое место, это был Омский конный завод. И там хорошие у меня были тренера, внуковые, Александра Анатольевича Анатольевна. Привет. Я бы с вами смотрела. Привет. Привет. Именно они как-то вот пособствовали тому, что я там развивалась-развивалась. И доразвивалась до того, что захотела не сама дальше, а кого-то. И мы, собственно говоря, все это обговорили, закончили этот курс кренополники в Рязани. И занимались детишками, пока все не пошло прахом. И потом все. Потом был преломный момент, кризис. Вопрос, вопрос. Вопрос, почему пошло прахом? Что произошло? Омский конный завод стал частным хозяйством. Потом поменялся директор, поменялся руководство. Детская секция перекратилась. И до сегодняшнего дня она так и не существует? Нет, нет, нет. А сам завод? Завод существует, секция не существует. Ну, потому что это дополнительные затраты, это дополнительная ответственность. То есть человек, который руководитель, начальник конной части, начкон, это такое великое слово у нас в конном мире. Начкон, это заслужить еще надо это звание. Вот, побоялась какой-то ответственности за этих детей, потому что падение, травмы, сотрясение, переломы, это все есть. Сейчас люди грамотные, сейчас все это, как бы так, до судов доходит. То есть целая история. И все. Потом был переломный момент. Какое-то время у меня ложь, только дома, только разведение свое, там, внутреннее. А, у горловки, как пришла, у меня был спортсмен мой, один орловский жеребец, Бабит его звали, он до сих пор уже здравствует, ему уже, наверное, 20, один, наверное, до сих пор он живой. Подождите, стоп, у меня вот вопрос. Вы говорите, у меня был спортсмен. Да, это мой партнер. Конь. Конь, да. Конь это спортсмен. Ну, у меня, да. В соревновательной деятельности конь это спортсмен, говорится. Я правильно говорю? Нет, это не так, может быть, говорится. Я так говорю. Ну, для меня он партнер был, ну, спортсмен, то есть он же прыгает. Ну, да. Я же прыгаю, не знаю, что я сейчас говорю. Вы прыгает со мной. Не просто спортивный, а партнер. То есть это не спортивный инвентарь? Ну, можно назвать инвентарем. Люди, которые идут в большой спорт, такой спорт, высших спортивных достижений, для них это инвентарь. Он тщательно отбирается, подбирается. И там основная заслуга идет, ну, как по человеку. А вот в таком более низком уровне они с нами, спортсмены, сами. Вот это неинтересный подход. Это подход, мне кажется, больше вот такой нравственный человеческий. Ну, кто с человеческим подходом, с таким нравственным, он далеко в спорт не пойдет. Ну, это всем понятно. Все, то есть он где-то затормозится, он уровень, когда станет очень просто, ну, жалко. Мы об этом говорили. Вот кто идет, вообще кто идет далеко в спорте? По большому счету, в любом виде спорта далеко идут люди. Хотя, как бы говорят, что спорт воспитывает такой нравственный. Ну, мне кажется, все-таки вот как раз таки есть. Высоко в спорт идут люди, доходят до уровня. Потому что надо отрубать вот эту некие вот, ну, или как бы хотя бы их, наверное, вот закрывать вот эти нравственные свои качества для того, чтобы прорываться. Ну, потому что как? Я же должен стать лучше других. То есть я должен, по сути, идти по головам. Я начинаю унижать других своим превосходством. Ну, по сути, вот так и есть. Обязательно переступать через заложенные в человека Бога моральные барьеры. Да, то есть это высокий спор. А без этого никак. Как вот можно стать олимпийским чемпионом? Ну, конечно, так. У меня есть, даже как бы не говорили, все дружат в команде, но все равно олимпийский чемпион один. Ну, я так думаю, да? И вот вы сейчас подтверждаете, я вот так думаю. Я не знаю, вы согласитесь, Андрей, со мной, Влад? Вы. Попробуйте только согласиться. И сказал согласный. И все, интересно. Так. Интересно. И что дальше? Что дальше? А дальше был Орловец. Поэтому, когда шла речь о смене деятельности, о смене места, хотелось связаться дальше с Орловскими рысаками. Пусть не в спортивном плане, пусть не в конкурном плане, хотя бы по профессии, по своей основной, ветеринарном плане. То есть был ряд хозяев, которые в одно и то же время выложили объявление. Я вот так, ладно, я по объявлению себе набрано. Вот. Это был Криновской конный завод, Чесненский конный завод и Лобинский конный завод. Лобинский? Да. Картангарский? Там разводят чистокровных лошадей, и работа там легче, поголовья там меньше, и условия лучше. Ну вот почему-то захотелось Орловцам. Тем более, это не просто там честность, филиал наш какой-то, а вот родина. Вот, скорость. Здесь? Екатерина, а Ваша история? Ну, я тоже пришла к лошадям намного раньше, потому что я сельский человек, не русская национальность. Там у нас в роду всегда были полники, любители лошадей. Три года, примерно, отец меня посадил на лошадь, и с тех пор у меня уже было желание, вот, страсть. В семь лет я села первый раз сама, на необъездном фактическом мустанге. Садырильт был? И все, это вот страсть, это продолжается в жизни. Ну, так как я была очень проблемным ребенком, с проблемным здоровьем и проблемной психикой, лошади для меня были способ самовыражения, самореализации. Мои врачи были, друзья, и... Ну, кстати, есть же такая терапия, называется... Я инструктор ипотерапия, в итоге поработала немножко с ВРМ по опыту специальности тоже. Но основная моя деятельность уже в течение 14 лет, это мама... Мама у меня шестеро детей. Ого! Ого! Да. А мы приехали отсюда, с чувашей. Ну, тоже у нее есть. Даже из шести, да? Как это? Мама... Нет, я правильно понимаю, вы сказали, что вы принимаете роды у кобыл. Да, сейчас, да. Я, то есть, правильно вы сказали, что вы мама не в кавычках, что типа вот именно человеческая мама? У меня три дочери трясутся. А! А я думал, ну, как бы есть, может, такое, я мама, ну, типа... Да, я тоже могу. Нет, так у меня, так, в этом сезоне сейчас скажу. Так, штук 15, наверное. Который, я бы, ты не знала. Ну, говорят... Мои все 54. А? Мои все 54. О, привет. Оля Поганча. Ну, тоже участвовала в соревнованиях, но не по классическим видам спорта. Я участвовала в национальных скачках разного уровня. Чувашки, да? Да. Ну, все скачутся скачутся, башкиры, катали, чуваши. Как же день, помидор? Кровь, это не вода. Это самые популярные, престижные, самые азартные виды соревнований. Самыми большими призовыми, с огромной моральной поддержкой. Атмосфера совершенно другая, чем здесь, например, на ипподроме. Накал страстей. Поучаствовала, захотелось расти. Ну, как раз в университет поступила, да, но в школу, в спортивную школу записалась. И потом я узнала чисто случайно, вот, клочок от журнала «Коневодский конный спорт». И там хреновское училище набирает студентов, ну, набирает на специальный тренер, на изнику. Промежутки был Питер. Подождите, а что, ваши сколько километров? Тысяча всего лишь. А, тысяча. Двадцать часов километров. Ну, это не Омск. Омск. Омску две семьсот пятьдесят. Ну, и все, приехала, закончила. Подождите, а вы приехали сюда сколько лет назад? В 2005-м. А, ну, то есть, вы приехали еще, имею в виду, что, то есть, без семьи? То есть, вы как сами учились? Счастлив, чтобы мне было восемнадцать лет. Дальше, университет, родились, я и все, это была страсть моя. А как же, вот, знаете, а как же родители что стоят? Родители, ну, так как они хотели, чтобы я получила высшее образование, так как у матери были свои планы, чтобы я сделала карьеру в педагогической сфере, но я абсолютно человек, не имеющий работать с людьми, скажем так. Лошади, вот, хотя училась я хорошо, но, вот, лошади занимали большую часть моей жизни, вот, и хотела стать тренером. Все это в таких, конечно, в розовых тонах было, ну, такой молодой энтузиазм, здоровье куча. Хорошо окончилась, красным дипломом, поехала в Казань, попала на лучшую в то время конюшню Европы по сумме выигрыша из омцев, который принадлежал конному заводу СИНК, Краснодарского края тоже, станется Ладожская там. А вы сказали про Питер? А Питер я тоже попала, просто, ну, захотелось поездить, как вы сейчас едете, и мы рванулись подружкой, жили во Всеволожске на Дороге жизни, тоже очень красивые места, я вот очень люблю пешие прогулки, узнавать историю. Вот, прожила я там лет и часть осени, и поработала, и по полным местам поездила. Вы, наверное, слышали такой Александр Глебович Невзоров, что у него во Всеволожском районе своя усадьба. Вот, ну, я там вот близко жила, можно было, вот они вот эти пешком, но у него все закрыто, все закрыто, за забором, как бы, простые смертные. Александр Глебовичу приедет. А так я ходила, ну, общаться, так вот, в школу Олимпийского резерва тоже, где в то время еще был жив, знаменитый Олимпийский чемпион по выездке, ну, это один из видов конноспорта, Кизимов. Он еще был жив, такой дедушка старенький. А сейчас там его премник Анатолий Конков. Походила, посмотрела, тоже поняла, что, ну, жестко в спорте. Вот, вот, меня воспитывали быть, ну, более нравственным, то есть, вот, обычаи, мораль человеческая, вот, поддержка. Слово имеет, да должно иметь цену, оказывать ей, ну, ну, ну. А вот можешь спросить, вот, смотрите, все-таки вот. Нужно кого-то задавить или вот партнеру. Слово, он все-таки подразумевает некое воздействие на своего, ну, партнера, да, конь, лошадь. Да. Значит, соответственно, для того, чтобы, ну, ладно, когда я сам себя напрягаю, а тут я должен еще и напрягать же лошадь, да, и вот это вот некое, это тоже, мне кажется, вот, какая-то вот такая... Насилие. Насилие над животным ради, опять-таки, не его идеей стать чемпионом. Не лошадь хочет стать чемпионом. Лошадь значит отказаться. И, как правило, они отказываются. Редко кто идет высоко, далеко, быстро, качественно. А как они отказываются? Ну, они отказываются, приятного нет. Как не отказываются? Что делать? Как есть... Алгоритм? Мотивация? Ну, как овчарок тренируют же служебных, их потихоньку им отключают инстинкт самосохранения, фактически. Она, в ней воспитывают беспрекословное подчинение, выполнение команд, и... У лошади то же самое. Она должна переступить через определенный барьер. Если она переступит, у нее начинает рушиться здоровье, психика. А это нужно делать, потому что нужны достижения, нужны секунды. У кого какой ресурс, уже это второй вопрос. Самые сильные, самые быстрые, самые выносливые, с самой устойчивой психикой должны эти разведения оставить потомство, которые тут же селекционируют. Вот этим занимается конный завод. С прошлого века уже, наверное, один остался. С прошлого века, 90-х годов. Не холодно там, нет, не дует. Может, закрыть? Нет. А, закрыть надо? Нет. Вы не устали, нет лица? Нет. Если что, можно пойти там отдыхать. Присеть, прийти. А мы будем немножко дальше. Так, интересно, получается. Лошади живут 20 лет. Спортивная карьера, сколько у них там? Сколько у них, до 15. До 15. Максимум. 20 лет живут в лошади, я думаю, больше. 20 с лишним мне живут, но редко кто до таких доживает лет. Думаю, они живут на полоскетах. Убери вот того. У меня есть переноска, я сейчас его закрою. Мне больше нравится, смею. Иди сюда. Так, корочка уже все. Сосорочки. Это самое вот... Готовы еще соль? Вы с ней просто. Ну, не знаю. Ром, вот сказали, что открыто и туй. Теперь будет. Нет? Она посидела там, да? Да, курица готова. Курица нашла. А кто ест курицу? Да, курица. Кто, кто вы? Давай, курица курочки. И живут. Ой, курочки. Да? Да. Ну, и нас с ним уговорить. А вам? Очень комбанно. Ну, спасибо. Роман, ты ешь курицу? Роман, мне ест курицу. Тогда я езжу. Я определяю, насколько ее готовность. Лиз, картошку будешь? Нет. Дома проще готовить. Вот, чуть-чуть. Одну. Чуть-чуть. И остальные себе. У меня же курица. А еще проще всякие кулинарные курицы. У меня же чуть-чуть готовят выпечку, да? Ну, да. Ну, хотя и пасту. Мне надо выпечиться картошку. Пасту? Будешь? Нет. А, я понял, пасту. Там макарон. Кому еще, курочку? Ну, нет. Еще одна? Нет, я ее тоже курочку. Не, 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 не хватит. Ладно, я уже сразу есть. А ты же будешь лечить? Я не буду. Почему? Ну, почему? Ну, мы и так, мы с Лизой, сколько в машине едем. Ужас, какую-то обжоры. Ну, растущий организм, можно так сказать, помягчен. Да. Ну, мы немножко тут это, что-то задвигались в это. Ну, все это смонтируется. Нет, оно ничего не монтируется. Мы не тратим на это время. Мы время тратим на беседы и монтаж. А лучше смонтируем? Никаких пластификаций, никаких монтажей. Катерам, а можно я еще кефиры отправлю? Давай. Нужно? Да. Вот интересный получается у нас с вами разговор. Вот люди, вот я смотрю, получается такая штука порой. Люди, которые болеют каким-то вот таким делом, они зачастую вот как-то вот не страшатся каких-то вот таких изменений в своей жизни в плане нахождения на определенном месте. То есть они как-то вот эмигрируют, потому что, ну, вот достаточно ваша история интересна. Что Ольга, что Екатерина, вот не из этих мест, но из-за любви к искусству, к коневодству. Ну так, вы не смеете, а почему? Это разве не искусство? Это образ жизни. А, ну, образ жизни это и есть искусство. Ремесло, да, ремесло. Это вся жизнь. Все, все, все. Мне надо. Вот так вот изменить, то есть вроде бы, да, можно можно сидеть спокойно дома. Никуда не двигаться. А тут раз, изменение полностью, вот, жизни. И все в результате получается очень интересный поворот. А как обстоят дела здесь? Вот на ваш взгляд, вот, что здесь происходит? Насколько интересно, вот, допустим, сравнение Омск и здесь? Здесь тепло. А, ну, конечно, да. Здесь природа богача, здесь абрикосы растут. Афигеть. Да, и спеют персики нарезать. Вот, и здесь другая культура коневодства. Совершенно другая. Не сравнить с сибирской, не сравнить вот с этим полумясным коневодством, которое вот, ну, я не могла себе такого... А как понять, полумясное, а ну-ка, ну-ка, интересно? Ну, то есть, когда разводят породистых лошадей, но при этом частенько продают их на мясо. То есть, есть специальные мясные породы лошадей, ну, аборигенные какие-то там, башкирские, вятские, алтайские, ну, такие аборигенные, не породные, то есть, не... Камины, ну, как бы камины, да? Да, да. И вот, когда обычные породистые с паспортами лошади идут на мясо, это вот омская совершенно обычная практика. Потому что там рядом Казахстан, там рядом люди, которые очень любят камину, в любом ее проявлении. Какие-то там, хоть старые, хоть молодые, без разницы. Вот, а здесь все-таки есть какое-то такое уважение к труду людей, которые вывели, которые вырастили орловцы. Вот их мало едят. Нельзя, порой бывает, да? Порой бывает, но это очень редко, и надо это заслужить, да, то есть, да, просто это... Это экстренный случай уже. Да. Неизлечимо. 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 Не надо про законы нашей деятельности просказывать, но все равно. Да. То есть, здесь есть некоторые плюсы, как вы сказали. Плюсы это тепло и персики. Абрикос. И абрикос. А, тепло и... Тепло, абрикос и виноград. Ага. И плюс это некое такое более гуманное отношение к самому искусству. Каневодство. Вот Катя еще сказала, что есть некая атмосфера именно в этом месте. Какая-то такая человеческая атмосфера или природная атмосфера. Вот что это атмосфера в шапку. Ну, вот аборигены говорят, что тут аномальная зона. Тут по... Ну, здесь селились же... Ну, говорилось, что здесь была граница дикого поля. Это была нейтральная зона, куда убегали все вот... С России те вот крепостные все присутствующие. Беглые, короче. Беглые здесь селились. А с югов приходили разбойники. Это было такое интересное место, что... Это в генетике-то отпечатали, осталось, аборигенов. Вот, ну, есть вот свой колорит у местных жителей, коренных. Вольница. Ну, тут очень много приезжих, несколько... Очень много волн же было сюда, миграции по разным причинам. Вот, и есть разница между приезжими и между местными. Но сюда тянет, потому что столько таланта, труда, сил вложено в завод сам, например. Потом... Сколько лет вообще вот завод? 1776 год основания. О, воно. Да. В 76-м было 200. Да? Да. Да, 200. А еще 24, и здесь 24. В 6-м году я попала на какой-то промежуточный, на 5. Я там была 200. А кто? Вчерлов. А основал кто? Кто был владелец первого реки? Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесминский. Один из фаворитов Екатерины Второй, который одержал победу над турками в Чесминском сражении. И за это Екатерина пожаловала ему вот эти огромные годи. И он был страстный любитель, в том числе и лошадей, и решил вывести уникальную, соответствующую российским потребностям породу лошадей. И даже две вывел. Было-то две, была расистая и была верховая, но верховая не выдержала революции, гражданской войны и потом и так далее. Не сохранилась вот как таковая. А орловцы сохранились. Они, конечно же, они трансформировались. Они не те, что были 100 лет назад, даже 50 лет назад. Но порода существует. В принципе, поколений, да? Ну, 100 лет, на 20. Там меньше, потому что в разведении идут лошади с 4-х лет. Они имеют официально право оставлять потомство, которое запишется в книге. Пласть такой, да, с которым не сталкивался? Ну, это особый мир совершенно. Свой язык, своя атмосфера, свои отношения, система. Своим миром в жизни. Ну, терминология сохранилась наверняка с тех времен до сих пор, да? Ну, почему? Может, некоторые вещи. Нет, мы же тоже подвержены прогрессу. Все же. Целый институт в советское время занимался вопросами коневодства. Там по каждой породе был... Сейчас нет такой, если бы. Есть. Но он не имеет такого, таких руководящих уже полномочий. Раньше он же разрабатывал планы для каждого конного завода, по каждой породе, там, на определенный промежуток времени вперед. А сейчас какую функцию он выполняет? Консультирует, проверяет кровь, выдает племенные документы. Судентов учат? Вот. Аспирантов только. Аспирантов? Ну, и какие-то курсы повышения квалификации. Сейчас все более, ну, не продано в частные руки. Ну, хорошая, наверное, не продала. Владелец предприятия имеет решающий голос, прислушаться ему к словам специалистов, или делать то, что ему хочется, или донуждают экономические обстоятельства. А ваши дети как относятся к лошадям? Моя ездит немножко, пытается. Ну, вот здесь, как я видел, это ваша лошадь. Одна моя, одна Машкина. Ну, там, дальше. Не дошли до нее. Машкина это... Дочь Маша. У меня зовут, вот у нее есть своя. А, своя лошадь. Свой кот. Это свой кот. Они растут вместе, то есть, начиналось от заездки. Вот они так вместе, парой растут. И знают друг друга. И дочка полностью занимается тоже? Ну, как нужно полностью заниматься в 8 лет? Ну, как-то занимается слегка. Ну, да, я понял. Ну, как какой-то есть, то есть, она не так, что там, на этик бывает так. Завели собачку и бросили на произвол. Нет, какое-то более, 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 какое-то теплое. Или как? Сложно пока сказать. Сравнить так с собачкой. Нет, у нее более такая... Ну, есть у нее тяга к лошадям, но я надеюсь, что она вот сейчас пройдет в этом возрасте и больше ее не будет. Потому что одного больного человека хватит в семье. Ну, это болезнь, это неизлечимо, это не... Ну, подожди, эта болезнь, она плохая? Ну, ничего хорошего. Ну, как дети артистов, допустим, не хотят, чтобы дети артистов становились, да? Они знают весь этот мир изнутри. Подождите, а почему ничего хорошего? Вот такая вещь, как передача ремесла. Знаете, вот есть передачи, мама-доктор, дочка-доктор и так далее. Передача, привет, династия. Есть династии, есть они, как правило, в расистом спорте. Потому что родители все на ипподроме, дети там же растут, в этих же дневниках, там же с этими лошадьми растут. И, ну, как-то втягиваются постепенно. Это вот есть в расистом деле. Я надеюсь, что у меня ничего такого не произойдет. Не каждый, ну, не пожелаешь близким вот такого образа жизни. Погружение в профессию, да? Такого сильного погружения. Да. И, Екатерина, вы тоже такое умеете? Ну, я вот не до такой степени в таких тонах. Но я знаю, что как минимум у трех дочерей конный спорт не будет определяющим фактором в жизни, как у меня. Старшая ездит уверенно, тоже дома лошади. Средняя, она вот более увлечена, но думаю, что тоже что-то другое перевесит. Младшая, она, ну, ездит, ну, за компанию больше. У нее нет вот этой болезни. Ну, мальчики еще маленькие. Ну, старшая она у нас все больше склоняется к тому, что станет профессиональной пианисткой все-таки. Ну, конным спортом еще хочет заняться. Село Слобода, да? Да. Большое. И вообще, как это называется, оно создалось вокруг именно вот... Это было в Варакчаевское время, это поселение для солдат, обслуживающих конный завод, который в то время уже принадлежал государству. Это было военное предприятие. Ну, то есть, само село основалось благодаря вот этому, наверное, так? Нет, тут было село, тут было село беглых. И как местные наши милиционеры говорят, что тут они были психически ненормальны, такое племя, которое и оставило свою генетику, что здесь преступность выше, если не статистической по району. Почему бы не раньше было? По особо тяжким преступлениям еще. Да, да, да. То есть, вы не рекомендуетесь нам в Левске? А, ну, нет, почему? Почему? Спокойно, ну, так. Как Бог. Как Бог. Положит. Я понял. Ваши пути. Ну, и такого особо опасного я не встречала. Я заварил чай, кстати, заварил чай в термосе. Это хорошо. В термосе можно уже взять. Там заварилось. Тут было село, которое еще Петр Первый тут проплывал и назвал Хреновкой. Хреновка это напиток какой-то, алкогольный, я так понимаю. Нет, там, ну, официально, что здесь много было хрена. Ну, это больше годится для печати. А так тут люди и жили, и работали. Так, что не устроили императора. Есть и поселок, вот этот Хреново, а есть еще Хреновище. Это, к этому не относится. Может, там вот и названо в честь растения. Тут очень много разных легенд ходит про название. Ну, все-таки смешное. Вот поезда проезжают, и на вывеске написано Хреновая. А они все же читают на первом слой батареи. Да, 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 Хреново. Никто не знает, что на следующем слой батареи. Смешно, курьезно. Так, это город Бобров, да? Ольга, этому я никогда не курю. Станция Теновая. Город Бобров, гостиница Бобров. Гостиница Бобров. Убей Бобра, спаси дерево, да? Кстати, их там много на Битюге. И даже здесь, за заводом, у них ходки есть живут. У вас какой-нибудь заповедник есть Бобров? Нет? Заказник, конечно. Они как-то охраняются. Есть такие официально охраняемые территории. На самом деле, местами просто фломойки обращенные. Вот есть при настойке. Нет, я же не пользуюсь. Парни, я же не пользуюсь. Уфонного завода, например, это, я недавно узнала, что это охраняемая природная территория. Это последний участок никогда не паханой степи. С остатками оригинальной флоры. Так, минимум. А, у тебя готовишься. Кроме мелких дармайев. А что еще, какие еще есть занятия в этом селе? Где люди работают, кроме какого? Конный завод. Это градообразующие предприятия. Есть еще одно сельхозпредприятие. Как оно называлось? Ну, в общем. Что? Ну, что еще? Хреновская Нива. Есть еще у нас... Мебельная, не мебельная, домостроительная. Вудвилл. Вудвилл, да, который пока притормозил деятельность. Есть училище профессиональное, готовящее тренировок фельдшеров. Есть Хреновский лесной колледж. Такой достаточно большой. Что у нас еще есть, Оль? Ну, там, музыкальная школа есть. Есть, спортивные какие-нибудь школы. Есть бассейн, крытый каток, есть секция от хэквондо, есть дзюдо. Хорошая секция такая, правда. Хороший зал. Тренера. Целые классы дзюдо. Ты не знала, Ольга Юрьевна? Я нет. Я думала, нет. Три-четыре класса дзюдо. Хоккеем очень серьезно. У него такие серьезные средства вкачивают. Это здесь? Имени Фетисова. Это здесь, да, в садушке? Ну, здесь филиал школы имени Фетисова. А так, центр-то в Боброве, разумеется. Просто они не умещаются в одном катке. Что-то они тут... Ну, здесь... Тепло тебе сказать. Тепло. Тепло. Тепло, да. Тепло, да. Все было логично. Забор. Лес пилят. Очень много перерабатывающих пилы. Лес пилят. И пеньки остаются. Надо, чтобы устанавливали. Меня вообще нравится. Поисточники привет! Я хоть камазной сложу. Естественно, все это восстанавливается. То есть, все выпилится, а потом сходишь по лесу, там маленькие дочки передочками даже. Есть какая-то база. Хрущ губит очень много деревьев и вынуждены выпиливать. Они сохнут. Хрущ – это какой-то вредный насекомый. Да, пожары потом. Многие гектары выгорали, тушат. Каждый год что-нибудь выгорит. Жука называется хрущ. На него рыбу ловит какую-то, по-моему, на эту личинку. Хрущ? Хрущ. Хрущ? Хрущ. Древоточица. Или усачу называется. Да-да-да. Тоже про шелест. А, еще шелкопрят. Сосновый, который съел всю сибирскую тайку. Здесь бывает дом. Мы въехали в село и особо так не посмотрели. В основном здесь частные дома. Или есть такие корпусные? Микрорайон, пятиэтажки. В магазине его покупали, там пятиэтажки. Нет, магазин там вообще. Это не село было. Это Бобов. Это Бобров, наверное, был. Просто не сдан в эксплуатацию. Но это еще со времен Советского Союза? Ну, 91-й год был закончен. А сахарный завод, значит, здесь сахарные тростники? Сахарные тростники? Сахарные тростники? Да, конечно. Это воронежская область. Наша все, да. Сахарная свекла. Соя, сахарная свекла, пшеница. Ну, вообще, хорошенько. Ну, житница России, вы что? Ну, допустим, вот могу сказать, что Воронеж – это родной город бывшего президента федерации дзюдо России. Гордеев. Гордеев. Который был министр сельского хозяйства. Минсельхоза, да, да, да. Который покровительствовал, кстати, иконному спорту. И сейчас разубливается приз министра сельского хозяйства, например, один из самых престижных для скаковых машин. Так он еще министр сельского хозяйства? Нет, нет, нет. Нет, уже нет. У тебя было. Давно. Какая с Патрушкой? В политику. Подпуск. Подпуск. Подпуск этого. А ты не тебе, пожалуйста. Да, вот такое вот у нас интервью. Не совсем оно, это, обычное. Приятный вечер. Просто приятный вечер. Просто добрый вечер. Да нет, чудо какое-то. Чудо, чудо, честное слово. Мы выехали из Москвы, снегопард, невозможно ехать. Реально чудо, да. Вообще ничего не видно дороги. Мы едем и вдруг мы вот прям въезжаем. И прям вот так. Сухой освощий. Вот в Воронеж будет уже все. Будет лето практически. Ему правда вот мы говорим вву и... Но вы сейчас не поймете, да. Потому что вышли много мороза очень. А тут мы умеем. Я сегодня смотрела бега, они бежали в метель какую-то жопу. Ну вообще не видно, но еле ехали. Прям все было об этом. Ну что, куда было отца? От песни под кулеля. А, песни. Кулеля, где твоя кулеля? Там, там, там. Давай сыграй нам одну песню на, да, на, так сказать, на сон грядущий. Какую? Любую. Соня. Это не гитара. Тяжело, ну. Это укулеле. Это укулеле. Соня, она сегодня первые для нашей публики замечательно сыграет на укулеле. Ладно, я просто сыграю припев всеми известной песенкой. Ну, ты сыграешь, что хочешь. Можешь припев, можешь песенку. Вот и котики будут слушать. Красивый кадр, скинь. Слыхай. Клодок красивый дуритор. Ну, вот это укулель? Да. Укулеле. Потому, потому, что мы пилоты. Небо наш, небо наш, родимый дом. Ой. Дом. Первым делом, первым делом самолеты. Ну, а девушки, а девушки потом. Ну, а девушки. Браво. Кто не знал, кто не знал, это укулель. Гавайская маленькая гитара. Звучание похоже на балалайку. И струны тоже гитарные. Я вот, я когда играю на ней, не на гитаре, а вот именно на ней, у меня прям больше позитива, потому что звучание прям... Вот я нахожусь на берегу моря, на берегу океана. Держи вопрос. Просто ты с этим музыкальным инструментом совпадаешь каким-то образом. Она вот сама по себе, у нее какой-то мажорный тембр, прям нельзя, наверное, на ней в миноре играть. Как-то вот все. Восьможно. Да. На этой мажорной ноте мы заканчиваем нашу беседу. Подожди, во-первых, надо поблагодарить. Вот давай, иди сюда, что ты прячешься там? Я доверюсь. Истукам. Поблагодарить, потому что нам дико повезло оказаться в гостях у наших замечательных новых друзей, которые нас приютили и дали нам кровь, ночлег. И просто поздравить их, и не только их, а всех наших замечательных. Спасибо. С наступающим 8 марта. И пожелать всего самого лучшего, самого светлого, самого беспечального и безвредного. Всего, что есть на этом земле. И... Аминь. Аминь. Благословения вам Божьи. Мы пьем же кефира. Да. Опа. Если кому-то... Коммуне проходит все интереснее, интереснее. Нет, оно началось только. Оно началось уже, да, да, да. Это вообще круто. Я считаю, что это вообще мы... Спасибо. Легка беда начала. Спасибо. И вот за ужин, и за все. И за интересный рассказ. Я надеюсь, что наши зрители, кто смотрит «Три с половиной человека», это аж три раза Влад просмотрел. Четвертинку я, четвертинку Ольга. Но следующий у нас прибавка будет. Вот Екатерина еще чуть-чуть посмотрит. Подтянется. Да. Андрей обычно не смотрит. Он только как профессиональный актер играет, и все. И больше не смотрит фильмы. Так что, если кому понравилось, просто поаплодируйте. Все. Аплодируйте. Браво! Ура! До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.